Здравствуйте! Здравствуйте, Оксана Николаевна! Как я заметила, и все могли заметить, Турчинов не говорил свою знаменитую фразу «Ну давайте напряжемся» и строго придерживался регламента, чтобы вдруг никто не напрягся. Конец цитаты. Некоторые из ваших коллег в парламенте допускают, что, скорее всего, до выборов уже руки до бюджета не дойдут. Есть такой момент, как считаете? Вы знаете, на самом деле, то, что назначено заседание в ближайшее время, это говорит о том, что все-таки руки должны дойти до бюджета. Мы, конечно, можем долго пребывать в иллюзиях, закрывать на многие вещи глаза, но здравый смысл, он на самом деле будет ставить все дальше и дальше перед определенными фактами и задачами принимать решения. Даже если эти решения нелегкие. Поэтому, вот, сколько еще будет продлеваться такая традиция, когда политики будут заниматься политикальством, ну, думаю, что текущий порядок жизни, он не даст такой возможности. Тогда продолжение темы, вот, как раз о политике и о политиканстве. Мы с вами общались приблизительно полгода назад, когда бюджет только принимали, и тогда вы говорили о том, что наш бюджетный процесс слишком заполитизирован, а потому принять более или менее сбалансированный бюджет не представляется возможным. Прошло полгода, и ситуация еще более усугубилась. По вашему мнению, есть надежда на то, что хотя бы изменения в бюджет будут сбалансированы, либо пока нет? Ну, давайте вернемся к той фразе, которую я говорила действительно полгода назад, о сбалансированности. Что такое, в моем понимании, сбалансированность? То есть это не математический подход, которым пользовалась и та власть, и сегодняшняя, для того, чтобы добиться параметров баланса между расходами и доходами, с точки зрения математики. Я говорила как раз о балансе, когда вот здравый смысл. Мы не можем натягивать показатели дохода, если действительно реально понимаем, что их не из чего будет выдавить. И придумывать какие-либо новые программы или новые, скажем так, параметры расходной части бюджета, понимая, что дохода у нас не будет, ну, в общем-то, тоже иллюзия. Тогда, когда принимался бюджет, и говорила, что раздуты показатели ВВП, жизнь сегодня, в общем-то, подтвердила это. Подтвердила это, причем не просто подтвердила, а превосхитила, потому что все события, которые последовали за этим, они, в общем-то, сегодня даже МВФ сознаются в том, что ВВП у нас минус 6,5%. То есть тогда мы даже не могли себе представить, что такие показатели возможны, что это катастрофа для экономики. Поэтому, говоря о балансе, прежде всего я имею в виду здравый смысл. Где возьмем, у кого заберем, если возникает задача действительно новых каких-то расходов. А такие задачи действительно происходят. Потому что, если вернуться к тому законопроекту, который рассматривался в Верховном Совете, по сути, это секвестр. Хотя даже вот в бюджетном комитете господин Черноболенко, Рьяный, я помню, на тот период оппозиционер, который, знаете, сегодня он резко, кардинально другую позицию занял. Это реальные секвестры. Хотя, в общем-то, по классике жанра секвестры, это когда мы урезаем какие-то статьи расходов. Но жизнь нам ставит новые задачи, и у нас появляются новые расходы. То есть идет речь в сегодняшнем законопроекте о том, чтобы найти по сусекам, по скрести, найти 16,6% в первом варианте, за который голосовалось. Сейчас, после изменения и рассмотрения кабин, это 14,4 миллиарда гривен для вновь возникающих задач. Финансирование АТО – это задачи, связанные с восстановлением инфраструктуры в зоне АТО. И это, в общем-то, действительно требует сегодня вложения и понимания, где мы эти деньги возьмем. Плюс курсовая разница. Да, мы сейчас поговорим о том, где мы эти деньги возьмем. А сейчас я бы хотела больше остановиться более подробно на том, ну, собственно, расходы на какие нужды мы увеличиваем. И вот действительно, вы правильно сказали, на восстановление уничтоженной инфраструктуры в восточных регионах планируют выделить 3,3 миллиарда гривен, хотя, по словам Арсения Яценюка, сначала планировалось 8 миллиардов. На финансирование АТО – около 2 миллиардов гривен. И еще дополнительно 1 миллиард предусматривается на социально-экономическое развитие регионов страны. Давайте остановимся подробно на каждой из этих статей. И начнем, пожалуй, с АТО. Что вы думаете по этому поводу? Ну, у меня вообще, на самом деле, непопулярная позиция. Потому что, знаете, я отвечаю себе на вопрос, что есть базовой ценностью для человека. Считаю, что базовая ценность – это человеческая жизнь. Оттверждаю, поддерживаю. Да. И если базовая ценность – это человеческая жизнь, то я не знаю таких задач в современном мире материальном, которые можно было бы принести жертву эту самую человеческую жизнь. И когда сегодня за призывами патриотизма, не всегда честного, а порой фальшивого, мы прячем действительно задачу защиты границ и так далее. То есть, почему я говорю, что это, на мой взгляд, иногда фальшивый патриотизм? Потому что, когда вопрос касается послать чужого ребенка в армию, это одна ситуация. А когда задаешь вопрос, а своего ребенка ты отправишь, начинается, ну, у меня ребенок по состоянию здоровья не может и так далее. То есть, вы понимаете, глядя даже в историю, когда действительно лидеры наций понимали, что война – это единственный способ защиты, защиты своего достоинства, границ – это было тогда важно в средние века, на мой взгляд. И в первых рядах были они сами, их дети. А сегодня, когда в первых рядах просто народ, который по сути своей год за год власть, со властью обнищал, и все-таки надеялся, что сверху есть власть, которая сумеет уберечь хотя бы, знаете, как говорили еще наши дедушки и бабушки, лишь бы не было войны. У Константина Симонова в поэме «Сын артиллериста», помните, там, отцовский мой долг и право сыном своим рисковать, раньше других я должен сына вперед послать. Но сейчас, к сожалению, мы этого не наблюдаем, уже даже такая шутка ходит, ну, в каждой шутке есть доля правды, конечно, что будет у нас создан батальон-мажор. Но суть, конечно, не в этом, а по поводу 3 миллиардов, 300 миллионов гривен на восстановление разрушенной инфраструктуры в... Это очень мало. Это очень мало. И есть ли у нас возможность брать эти деньги? Где взять эти деньги? Смотрите, по первым расчетам вообще, а ведь война движется дальше, и говоря сегодня об инфраструктуре, которую нужно восстанавливать каждый день разрухи, она приносит дополнительный счет к этой цифре. Но даже по первичным анализам, которые делал Кабинет Министров, это не один раз я слышала из уст премьер-министра, который заявлял, что на восстановление инфраструктуры, это, наверное, еще где-то недели 2-3 назад, необходимо порядка 9 миллиардов. То есть сумма 3,3 это ничего. Капля в море. По большому счету, да. Теперь где взять эти средства? Когда мы начинаем опять же фантазировать на тему, что нам поможет Евросоюз, или, ну, в общем-то, мир как-то скинется, я хотела бы все-таки, чтобы мы не забывали, что каждая страна живет своими интересами, и вряд ли нас в той ситуации, которая есть, будет еще кто-то поддерживать. Какие инвестиции, скажите? Какие инвестиции в страну, в которой нету стабильности, прежде всего политической, а именно с нее начинается экономическая стабильность. Поэтому вряд ли мы можем рассчитывать на инвестиции. Да, деньги, которые удастся где-то там, как говорится, по сусекам поскрести, из бюджета выделить, это возможный вариант. Но для того, чтобы восстанавливать, необходимо прекратить военные действия. Иначе это путь в никуда. То есть сегодня как можно строить там, где, в общем-то, поливается огнем? Относительно механизма наполнения бюджета есть у правительства ведения, где взять деньги, деньги взять у бизнеса, уже нашего многострадального. И тут многие из ваших коллег говорят о том, что это в корне неверный путь и настаивают на структурных реформах. Далее одного из народных депутатов я процитирую, что сейчас нужно помогать бизнесу, а не поднимать налоги. Но с бизнеса как сдирали три шкуры, так и сдирают. Мы уже подняли налоги в марте, но получается, что мы бегаем по тонущему кораблю и латаем дыры, а корабль все равно тонет. Ваше видение, что делать? Ну, ситуация с ВВП, она ярко показывает, на самом деле, ситуацию с экономикой. Потому что, что такое ВВП? Это, на самом деле, действительно, активность людей созидать и развивать экономику. То, что в экономике стагнация, это отчетливо показывает именно эти цифры. Теперь, вдохновлен ли сегодня бизнес вообще по сути? Еще раз говорю, даже вопрос не о налогах, а вопрос о стабильности. Учитывая, что эта стабильность отсутствует, сегодня у нас отсутствует не только политическая стабильность, а понимание, в какой стране мы завтра проснемся. Что это будет с точки зрения географии? С точки зрения безопасности. Ведь понятие вообще действительно безопасности у нас в стране рухнуло. Сегодня, скажите, если тебя кто-то будет взрывать или застрелить на улице, ты можешь рассчитывать на то, что действительно ты, с одной стороны, защищен от этого, или, с другой стороны, что сегодня, в общем-то, вертикаль власти способна провести какое-то расследование и дать оценку вообще таким событиям. Нет. Мы сегодня живем вообще, на самом деле, даже, вы знаете, ну, в некоторой степени в правовом беспределе. Глядя даже, как у нас сегодня происходит трактование регламента и голосование вообще в Верховном Совете, об этом можно совершенно четко заявлять. Еще несколько шагов назад мы говорили о том, что навкодавство – это ужас, что только персональное голосование. Сегодня об этом забыли. Какое персональное голосование? О чем вы говорите? Ну, конечно, прекрасно понимаете. Причем забыли как раз те, кто больше всего об этом беспокоился. Я прекрасно помню, как в феврале, где-то, да, приблизительно в феврале, когда практически вся фракция Компартии отсутствовала в парламенте по причине того, что сжигали ее офис и так далее, но карточки коммунистов прекрасно голосовали. Где их взяли – это уже другой вопрос. В общем, имело место быть это. Нам нужно уже заканчивать, подводить некие итоги. Я бы хотела в конце услышать ваше предложение относительно пересмотра бюджета. Каким образом пересматривать? За счет чего? И вообще, ну, то есть, в чем вы не согласны с правительством, если мы будем подводить вот такой главный итог этой беседы? Знаете, на самом деле, я хочу разделить две задачи. Критиковать можно до бесконечности, а то состояние экономики, которое есть, и предлагаемые вообще бюджетные изменения, их можно критиковать однозначно. Бесконечно. Вы знаете, но я скажу так, что по большому счету, наверное, важно, чтобы мы прошли вот до конца и спили чашу до дна. Коль, в общем-то, мы пошли по пути того, что, да, то есть, ну, скажем так, справедливо нас не устраивала одна власть, мы не готовы были, как народ, ждать 15-го года. Сегодня мы идем по пути, хотим реформ, да, то есть, но при этом понимаем, что реформа это болезненно, и наверняка за одну минуту не получится, при этом не готовы терять каждый вот где-то в своем. Поэтому скажу следующее. Наверное, нам нужно как-то выбрать и понять, если у нас уже есть власть, да, то есть, ну, не важно, как она сложилась, тем или иным путем. Либо же мы даем возможность и делегируем ей полномочия, чтобы она до конца, даже в своих ошибках, прошла весь этот путь. К сожалению, эти ошибки мы на собственной шкуре будем ощущать. Но, может быть, этот опыт собственной шкуры нам даст возможность понять, какие задачи мы ставим перед властью, чего мы от нее хотим, какую мы хотим ее на самом деле действительно видеть, с какими критериями. И тогда слова-иллюстрация у нас наполнятся не просто словом, да, а четкими критериями, что конкретно мы предъявляем, какие ожидания, на что мы готовы пойти как народ, да, то есть, что на самом деле для нас понятие реформы, что мы видим в конце, и где мы готовы затянуть эти поиски. Поэтому я разделяю задачи, связанные с бюджетом. Критиковать, наверное, не время. Время заставить, чтобы те, кто берет на себя ответственность и заявляет о том, что они правительство Камикадзе, чтобы они, осознавая на самом деле, что они действительно являются правительством Камикадзе, дошли до какой-то точки, с которой начнется эффективное развитие общества. Поэтому надо делегировать полномочия в полном объеме и понимая, что они несут ответственность за все те действия, которые на собственной шкуре ощутим все мы, народ. Но только так мы способны повзрослеть. Оксана Николаевна, спасибо вам за участие в нашей программе. Мы должны заканчивать. В конце я лишь напомню о том, что в проекте «Акцент» была первой заместитель председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Оксана Калетник. Мы говорили о бюджете и тех изменениях, которые необходимо в него внести, учитывая сложившуюся ситуацию. Оставайтесь на телеканале «Первый деловой» и не пропустите главного. Я же прощаюсь до следующего эфира. Всего хорошего.